Здравствуйте, меня зовут Марина, я инструктор школы для собак Дредд, и сегодня мы поговорим про очень интересную породу, среднеазиатскую овчарку, или в народе алабай. Хочу познакомить вас со своей собакой, его зовут Заур, ему 2,5 года. У меня в семье он появился в возрасте 4 месяцев. Воспитанием мы начали заниматься изначально, как только он появился у нас в доме. Сегодня я расскажу про эту породу, про ее особенности и как с ней живется. Среднеазиатская овчарка – одна из древнейших пород собак, типичный малосои. Он формировался как порода народной селекции в течение более 4 тысяч лет на огромной территории. В этой породе течет кровь древних собак Азии, пастушек собак различных кочевых племен и боевых псов Месопотамии. Они состоят в тесном родстве с тибетскими мастифами. Предназначение собак было охрана скота и территории от хищников, таких как волки, гиены и барсы. Их размеры, длина шерсти зависели от места проживания и климатических условий. В зависимости от страны проживания в Средней Азии, среднеазиатская овчарка имела свое название. В Таджикистане чеснокровную среднеазиатскую овчарку называли чупони, в переводе – пастушья. В Туркменистане их называют алабаями. В Узбекистане – бурисабар, что переводится как волкодав. В Киргизстане также их называли киргизскими алабаями. В Казахстане порода носит название тобит. В 30-е годы в советское время этих собаки объединили в единую породу – среднеазиатскую овчарку. Их рассматривали как охрана для режимных объектов. Но потом отказались от этой идеи по причине сложности их дрессировки. По этой причине к этим собакам утратился интерес. Люди не понимают, что эта собака не агрессивна к людям. Она является территориальной, то есть она предназначена для охраны территории. И больше всего у нее есть генетическая агрессия на животных. В древнее время у пастухов происходил отбор щенков по трем признакам. Если собака проявляла агрессию на человека, если она воровала пищу у людей, если собака была трусливая и боялась волков, таких собак отсеивали. Поэтому при правильном разведении у волобая нету агрессии на человека. Говоря о стандартах породы, можно сказать, что у них голова массивная, широкая, лоб плоский, переход от лба к морде выражен незначительно. Корпус мощный, шея короткая, грудь широкая, глубокая, ребра округлые, спина прямая, крепкая, широкая. Шерсть у этих собак грубая, прямая и жесткая на ощупь. Различают две разновидности волосяного покрова. Шесть длина 7-8 см, короткая 3-4 см, гладкая, густой подшерсток. Окрас черный, белый, серый, коричневый, рыжий, палевый, а также тигровый, пегий или крапчатый. Недопустимые печеночный, шоколадный и голубой. Высота в холке кобеля не меньше 70 см, сука не меньше 65 см. Вес этих собак от 40 до 80 кг. Также различают две разновидности типа собак среднеазиатской овчарки. Это волчий тип и медвежий. Чаще всего встречается у нас в регионах медвежий тип. Это крупные собаки с большими головами. Наш заур представлен в волчьем типе. Он менее крупный, голова у него не такая большая. Поэтому вы, возможно, заметили, что наш алабай не такой, как вы привыкли видеть на улице. Хочу поблагодарить всех тех, кто помогает нашему каналу. И отдельно хочу поблагодарить тех, кто помогает нашему каналу материально. Сделать это можно на карту, которая указана в описании. Эти собаки не подходят для содержания в квартирных условиях. Для этой собаки нужен большой двор, комфортный вольер и многочасовые прогулки на открытой территории. Кому же подойдет эта порода? Алабай – самостоятельные, уверенные в себе собаки. Для того, чтобы их воспитать, нужно завоевать у них авторитет. Быть уверены в себе и понимать особенности этой породы. Когда заур появился в нашей семье в возрасте 4 месяцев, пройдя длинный путь воспитания, мы добились взаимопонимания, любви и уважения друг к другу. И сейчас это комфортная, удобная собака для семьи, но и хороший охранник на своей территории. Он может быть грозным, злым для чужих людей, но с нами это ласковый и верный пес. Когда вы приобретаете эту породу, вы должны знать особенности здоровья этой собаки. Так как эта собака не подвергалась селекции человека, и она является древнейшей, иммунитет у нее сильный. Но за счет своих размеров у этой собаки есть проблемы с опорно-двигательной системой, с лазобедренными суставами, с локтевыми суставами. Когда вы приобретаете щенка крупных размеров, вы должны обязательно обратить внимание на его содержание. Обратите внимание на его питание, достаточное количество витамин, на содержание, где находится ваш щенок. Если это скользкий пол, то травмы неизбежны. Если собака находится в закрытой территории, сидит постоянно в вольере, находится в положении, стоя на задних лапах, не удивляйтесь, что у вашей собаки будут проблемы с суставами. Чтобы не было проблем с суставами у вашей собаки, с этой собакой надо долго гулять. Отпускайте ее на открытую территорию, но уходя далеко, дабы не подвергать опасности своей собаки. В целом, эта собака не имеет генетических заболеваний и имеет крепкий иммунитет. По обучению этой породы я могу сказать только одно. Они умные, но упрямые. Эти собаки не будут вам показывать одну и ту же команду несколько раз. Алабай считает то, что если я показал, то этого достаточно для владельца. Школа для собак Дред занимается воспитанием любой породы. Среднеазиатская овчарка не исключение. Поэтому смело обращайтесь по телефону, указанному в описании. Интересным фактом о этой породе есть то, что в Туркмении среднеазиатская овчарка имеет название как туркменский волкодав. Она является достоянием страны и щенки запрещены к вывозу. Поэтому за территорией Туркмении любая собака, которая называется среднеазиатская овчарка или алабаем, поддается сомнению чистокровности. Также можно отметить, что эти собаки до трех лет считаются щенками. А также особенность этой собаки в том, что она воет по ночам. И ничего с этим нельзя сделать. Это ее особенность. Единственное, что можно, это с ней просто договориться. Если у вас получится, напишите нам в комментариях. На этом будем заканчивать обзор этой породы. Если вы являетесь владельцем такой породы и вам есть что добавить, пишите нам в комментариях. С вами была инструктор школы для собак Дредд Марина и среднеазиатская овчарка Заур. До встречи в новых видео.